20 тысяч рублей 243 2670 Я добавила еще несколько тысяч на 30 тысяч рублей Погнали! Чтобы прокормить 1600 собак 50-90 литровых носов Самое большое количество собак в одном месте, которое я видела просто Он на коляске получается Пневмония Мы пришли в место Чем же оно необычно? Уже по названию вы, наверное, поняли Привет, я Энни Мэджик И заранее извиняюсь за небольшую трясучку Просто я сейчас нахожусь в машине И мы едем в приют Душа Бродяги Он находится в Калуге Нам предстоит достаточно долгий путь Это больше 100 километров Нам нужно преодолеть, чтобы передать самые разные подарочки Бездомным хвостикам, у которых нет хозяев Мои животные, песики и кошечка остались дома меня ждать А ты, если еще не подписан, обязательно подписывайся на канал Чтобы не пропускать самые разные новые видео из нашей жизни И я, если вы заметили, вот в такой вот футболке Нашего проекта Magic Family Health У нас даже есть канал, на котором, кстати, уже больше 100 тысяч подписчиков Спасибо огромное, что вы продолжаете подписываться Потому что этим вы поддерживаете ребят, которые не только делают ролики Про бездомных животных, но и реально ходят в приюты Занимаются всякой разной помощью Поэтому ставьте лайк на это видео, если вы тоже, как и мы, считаете, что мы, люди, должны помогать животным И тем самым вы поможете этому видео, чтобы его могло увидеть больше людей И обязательно пишите внизу комментарии, потому что они появляются вот здесь в ролике Я ставлю на них сердечки, отвечаю И, как обещала приветик, Ли-Ми-Ли Она самая первая предложила имя Ева В следующем видео передам привет случайному комментатору У нас уже совсем наступила зима Вокруг очень красиво Снежок везде лежит На деревьях, на земле И очень-очень холодно Так странно, снег лежит прямо на зеленой траве Я постоянно занимаюсь помощью бездомным животным Но не часто снимаю об этом на канал Но этот ролик я просто обязана снять Потому что сегодня мы в приют везем вот что В списке нужд приюта были тряпки, одеяло, покрывало, простыни Все, что служит подстилками для собак Особенно сейчас зимой, когда холодно И вот мои друзья деревенки Помогли тем, что отдали целых два огромных мешка Всяких вот таких вот Того, что будет подстилками для песиков А также мне поручили отвезти целых два вот таких вот пакета Мисочек Целая коробка большая, очень тяжелая Консервов, мягких и сухих кормов Еще одна целая тяжеленная коробка Мягких и сухих кормов Жиденьких и всяких разных Тут игрушки с собачком Огромная коробень всяких канатиков, мячиков Так, поставим вот сюда И поедем По пути мы кое-что еще купим Подарки от наших мэджиков, подписчиков Которые присылали в посылках просто специально для приюта И я считаю, что это просто люди с огромными сердцами Которые, когда собирали посылку для меня, для моих животных Они подумали и о других А мэджик свои обещания выполняет Все ваши подарочки сегодня будут переданы бездомным пушистикам Но это еще не все У меня здесь есть вот такой вот конвертик Я взяла его специально, потому что этот конвертик сделала девочка сама И он у меня ассоциируется с чем-то уютным И в нем лежит 20 20 тысяч рублей 15 тысяч рублей из этих денег Были собраны на наших стримах на канале Мэджик Фэмили Именно на помощь бездомным животным 5 тысяч рублей я сюда положила, потому что это в сумме деньги Которые были переданы мэджиками в самых разных вариантах и купюрах В посылках, на встречах, в подарках А также у меня есть целая пачка денег Это тоже деньги, переданные именно те самые деньги Которые лежали, например, в письмах, в конвертах Их здесь около 3 тысяч Я добавила своих И получается у нас есть еще 5 тысяч Короче, мы, мэджики, обязаны делать добрые дела Я вот сегодня буду работать Дед Морозом И это очень подходит мне сегодня Потому что у меня красный нос У меня опять прыщный нос С каждым приютом, если мы именно туда едем А не просто отправляем деньги Мы переписываемся И вот с ребятами из Душа Бродяги Я тоже переписывалась И они присылали список В чем они вообще нуждаются Часть из этого списка мы уже собрали И сейчас зайдем в магазин Может быть мы что-нибудь еще купим Дополнительное для них В списке у ребят есть еще пеленки А собачьи пеленки именно профессиональные Они дорогие А вот эти вот нам советовали И они в принципе работают точно так же И для тех же нужд Списки эти помощи для приютов Они просто гигантские И все просто набрать невозможно Каждый из вас тоже, если ездит в приют Может брать такой вот список Спрашивать ребят, в чем они нуждаются Мы купили крупы Крупы разные И пеленки 243 243 мы потратили здесь Еще мы сейчас купили по списку поводки И ошейнички Для того, чтобы собачек выгуливать в приюте 2670 рублей Мы им купили еще несколько пачек капель От блох и клещей Которых хватит на много собачек Ко всем своим, вашим и стримовым деньгам Я добавила еще несколько тысяч И решила, что без корма ехать к ребятам бессмысленно Итого мы помогли приюту душа бродяги на 30 тысяч рублей Погнали! Я буду снова делать эти стримы А на канале Magic Family Help Ребята тоже делают стримы Самые разные И собирают средства на помощь бездомным животным Как вы смотрите на такую идею, чтобы продавать эти футболки И средства, собранные с продажи Все отправлять на благотворительность На помощь бездомным животным Купили ли вы такую футболку или нет Зная, что вы тем самым поможете собачке или кошечке Проголосуйте в опросике Любой, кто приобрел такую футболку Мог бы ходить в приют именно в ней И чувствовать себя частью нашей большой семьи Нашей команды помощи Мне кажется, это очень круто Чуть не прослезилось, пока говорила Здравствуйте, я Елена Васильевна Шмелева Руководитель приюта «Душа бродяги» Передали все, что мы вам уже показывали И также я, как обещала, должна лично показать вам Что я передаю наши собранные 20 тысяч рублей вам Спасибо огромное Нам передали 20 тысяч От всех, кто неравнодушен, кто помогает животным Спасибо Скажите, а сколько у вас вообще в приюте собачек? 1600 1600 собак Ребята ждут, чтобы их забрали домой Так что те, кто смотрят нас из Калуги Приезжайте сюда, помогайте И обязательно забирайте себе собачку Кстати, скоро Новый год Многие хотят завести собаку к Новому году Так что, а мы сейчас пойдем смотреть и знакомиться Очень холодно уже Сколько сегодня градусов? Да, было минус 20 Очень у многих есть такой стереотип, что собаки, которые живут в приютах, они неадекватные или еще какие-то На самом деле, вот собака, она уже готова поехать куда-нибудь домой Она уже умеет гулять и ходить в туалет И ничего не грызет и не портит А вот еще кто-то гулять пошел Заходите в бахилок, чтобы там все было чисто Никаких микробов там, да? Собачка по имени Фантазия У нее очень красивый голубой глаз Очень хочет домой Тоже очень хочет домой Все собачки очень чистенькие Посмотрите, какие они Скажите, 1600 собак Как они все здесь оказались? У нас как бы все началось с 2015 года Попав на Калужский морполигон На мусорную свалку Они занимались всегда отловом бездомных животных Через какое-то определенное время Они, собаки, усыплялись там Мы стали с ними вести борьбу И решили, постановили, что в Калуге должен быть приют В Калуге не было до того времени приюта Потом с улиц Калуги и Калужской области То есть подбирать бездомных, да? Плюс я читала какую-то историю Какую-то собаку сбили, вы ее привезли, да? Да, мы выезжаем, да, если нам Сейчас, конечно, нас поставили в такие рамки Нас выгоняют с территории Продлили аренду только до лета И, соответственно, нам нужно будет искать какое-то место И не разрешают нам больше здесь расширяться Если вы захотите помочь приюту Душа Бродяги Я в описании оставлю все данные на них Реквизиты помощи Даже один рубль, просто один рубль поможет А если уж больше, то вообще очень круто Так что в описании вся информация обязательно будет Все ссылки Смотрите, ребята, я тут случайно познакомилась с моей тезкой Ее тоже зовут Анна Она приезжает сюда из Москвы И она курирует здесь собаку, да? У меня, соответственно, было до этого 4 собаки Сейчас осталось 3 собаки Одну из них 8 марта я забрала себе домой То есть она сейчас у вас дома живет? Она сейчас в данный момент приехала со мной Она сейчас, пока я здесь нахожусь, она меня ждет Очень ласковая, послушная собака Анна, это пример той истории, когда человек курировал собак, да? И в итоге взял себе одну из них Да, совершенно верно Но это невозможно не взять Смотрите, ребята, какая пёся красивая Белорыжая, пушистая Кашку тут грызет Смотрите, какое хвоё оно Лапу дает Ты лапу даешь, да? О, какой большой волк Да, его должны были вульфы У него кличка, его должны были Смотрите, какой волк, ребята У хозяев Ага А мы выехали, его забрали Он у нас видел в районе Очень красивый Да Ты красивый вульф 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 Хочешь что-нибудь сказать? Ничего не сказал пока что Просто сказал, заберите меня кто-нибудь На самом деле, ребят, реально очень большой приют Здесь очень много вольеров Гигантские просто территории То есть мы вот это всё время идём, идём, идём И всё, приют никак не заканчивается А это кто? В чём это она? Это у нас маслинка Это старожил наш А она после стерилизации А, понятно Наша маслиночка Поэтому Она неоднократно Вот эта вот собачка Она неоднократно приезжала в Москву На разные выставки Её смотрели А вы участвуете вот в этих выставках Когда приезжают и показывают, какие есть собаки, да? Да Именно на пристройстве Чтобы прокормить 1600 собак, ртов, которые всё время хотят кушать, нужно варить в огромных количествах еду Вы просто посмотрите 50-90 литровых тазов И плюс ещё утром идёт до кома, потому что у нас есть очень худые собаки, которые вот совсем недавно прибыли Самое большое количество собак в одном месте, которое я видела просто Но вы герои, я думаю Мы уже несколько часов здесь Все уже замёрзли Но мы продолжаем знакомиться с питомцами Привет, как тебя зовут? Как зовут? Это тангаша Это тангаша Он на коляске получается, да? С ним сейчас гулять идут, да? Да, гулять Это собака из Астрахани приехала Кузя с Астрахани Больной, худой был Он не выглядит сейчас, как истощённый и худой Да, у него проблема с глазами Он на глаза уже перенёс операцию Сейчас у него вот с ухом с тем проблема Смотрите, рядом с каким высоким человеком я стою Так, ребят, мы сейчас находимся в медицинской, так сказать, комнате В медицинской части Вот собачку тут лечат А это фельдшер-волонтёр Вообще волонтёров не хватает Так что обязательно помогайте, пожалуйста, ребят, приходите Особенно те, кто в Калуге здесь живёт Ребятам нужны все, какие только возможно Вообще лекарственные препараты для собак, для животных Пневмония Пневмония? Да То есть вы сейчас её от пневмонии лечите? Да Вот прям капельницы тут висят Короче, всё как на войне просто Мы очень нуждаемся в пелёнках, очень Я думала, наоборот, что пелёнок столько много не надо Поэтому купила вот просто небольшое количество Оказывается, очень нуждаются все в пелёнках Мне тут подсказали Так что вот У меня даже губы уже просто не шевелятся Я не представляю, как ребята тут вообще занимаются Всем этим А сколько вообще человек помогает приюту? Ну вот сейчас на постоянной основе У нас около 25 волонтёров, которые занимаются самой разной деятельностью И где-то около 15-20 волонтёров, которые посещают приют периодически Есть ещё волонтёры из Москвы, но они приезжают где-то, наверное, ну раз в месяц, раз в два месяца Кто-то чаще, кто-то реже Ну, понятно Постоянных около 25 человек Ну, 25 человек это очень мало? Очень мало Это катастрофически мало Людей не хватает катастрофически Больше всего нам не хватает людей именно для того, чтобы дарить внимание собакам Гулять с ними, адаптировать Потому что мы даём собакам что? Покушать, тепло, лечение Заботу Заботу Очень много собачек, которые нуждаются в людях Опекунство Это когда человек опекает какое-то количество собачек На постоянной основе приходит, к ним гуляет Вкусняшки приносит собаке Для собак это пол жизни вообще Это счастье Поэтому приглашаем Будем очень рады Душа бродяги Душа бродяги 1600 собак У нас есть, создаётся сайт Он сейчас в разработке, но уже на него тоже можно заходить То есть душабродяги.ру И там тоже собак смотреть Там непосредственно, там самое главное Там собаки, которые как раз готовы уже непосредственно Которые именно сейчас, вот её просто можно приехать и забрать Совершенно верно Короче, замёрзли жутко Прям вообще очень холодно Я до сих пор ещё не отогрелась И пошли греться Но не в обычное какое-то кафе кофе попить Мы пришли в место, которое называется в Калуге Пёса-кафе Чем же оно необычно? Уже по названию вы, наверное, поняли Вообще, во-первых, вообще тут везде собаки Везде на картинках собаки Здесь живут собаки, здесь есть собаки И фишка этого кафе в том, что здесь находятся собаки из приюта, в котором были душа бродяги И люди могут прийти сюда и с ними познакомиться Всё, что на плакатах, это собаки из души бродяги А, прикол! Я думала, это картинки из каких-то журналов Нет Вот там вот собачка Вот прямо, например, морковка Вы сегодня, кстати... Смотрите, это собака Сали Она тоже из приюта душа бродяги Кстати, обратите внимание, видите, я в бахилах Сали здесь ждёт своих будущих хозяев То есть человек может прийти в кафе и случайно её увидеть Или специально прийти с ней познакомиться Да И если вы друг другу понравитесь, забрать её домой Потому что она уже, как мне сказали, уже всё прошла То есть она стерилизована, правильно? Да, она стерилизована, привита Есть данные анализы на инфекции, соответственно То есть она здоровая, её можно забирать уже домой Да И она прошла подготовку у кинолога То есть её проверяли психику Потому что здесь собаки должны находиться целый день С детьми Красавица Мы салон посетили Даже салон посетили Почему Шкода? Она не похожа на Шкоду Дело в том, что мы её забирали, когда с усыпалки И мы ехали с ней в машине И получилось, что мы попали в пробку И в пробке перед нами долгое время стояла Шкода Октавия И у нас не было других мыслей, как только назвать её Шкода Октавия Поэтому, в принципе, если вы мечтаете о Мерседесе, но средств не хватает, вы можете взять Шкоду Октавию Здесь, получается, есть такая возможность А Шкода сразу пришла, жопа уже убежала Здесь у вас есть такая возможность просто прийти в кафе, покушать с ребёнком, если у вас дети есть Попить кофе и познакомиться с собаками вот так вживую, если вы не хотите именно там в приют куда-то ехать Если вы действительно боитесь собак, у вас какой-то есть страх То у вас есть прекрасная возможность просто посидеть рядом, погладиться, пообщаться вот так вот И понять, что это не страшные какие-то монстры И, возможно, вы станете с собаками друзьями и кого-нибудь к себе домой заберёте Переходите по ссылочкам на новое видео на других каналах Все в описании, я оставила реквизиты Увидимся скоро в новых роликах Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, голосуйте вопросы, пишите комментарии Всё, сказала Всё, пока Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!